Всем добрый день! В сегодняшнем видео я решила затронуть тему обезвоженности кожи. Мы попробуем разобраться, в чем отличие между сухой кожей и обезвоженной, может ли жирная кожа быть обезвоженной, и поговорим о причинах обезвоженности кожи, и о том, как можно помочь обезвоженной коже восстановить уровень влажности. Как же мы все-таки будем отличать сухую кожу от обезвоженной? В первую очередь надо понять, что сухая кожа – это чаще всего тип, который заложен генетически, а обезвоженная кожа – это ее состояние. И обезвоженность может быть и при сухом типе кожи, и при жирном, и комбинированном. Как проявляется обезвоженность кожи? В первую очередь это чувство стянутости после умывания, это появление мелких морщин по типу тонких линий, это усугубление более глубоких морщин, это мимические морщины гусиные лапки, морщины на лбу и так далее. Они становятся более выражены. Кожа теряет свой тургор, то есть она становится более дряблой. Очень часто возникает неравномерная пигментация. Кроме того, кожа может начать шелушиться, быть шероховатой на ощупь, иметь неравномерный рельеф. И это все может быть признаком обезвоженности. Также это может быть и признаком сухости кожи, то есть недостатка не влаги, как в случае обезвоженности, а липидов, то есть жиров. Что касается только сухости, то если тип кожи сухой, то есть кожа сама по себе сухая, изначально заложена природой генетически, то отличить ее, например, от жирной кожи, но обезвоженной, или комбинированной, но обезвоженной, можно по одному простому признаку. Это обратить внимание на состояние пор. При сухой коже поры незаметные, их практически визуально не видно. И кожа редко когда может блестеть. То есть поры и матовость кожи. То есть жирный блеск она в течение дня не испытывает. А если же кожа комбинированная или жирная, то несмотря на то, что могут быть тонкие морщинки, может быть шероховатость, может быть чувство стянутости, которое характерно и для сухости, и для обезвоженности после умывания, при этом все равно будет жирный блеск в течение дня, при этом поры будут визуально заметны, они могут быть склонны к закупориванию или нет, но их будет видно. Если кожа комбинированная, то в т-зоне, если жирная, то, как правило, практически на всем лице. Это основные отличия сухости от обезвоженности. Причину обезвоженности может быть достаточно много. Внутренние причины. Они могут быть связаны с какими-то внутренними патологиями. То есть это могут быть эндокринные заболевания. То есть, например, гипотиреоз – очень частая причина. Это, например, менопауза, как искусственная, так и естественная у женщин. Это, например, какие-то дефициты или, наоборот, избытки витаминов и микроэлементов. Ну, самые распространенные – это, например, дефицит витамина D, при котором может быть сухость и шелушение кожи, и, наоборот, избыток витамина А, когда тоже может быть сухость, стянутость и шелушение кожи, и повышение чувствительности. В том числе, если человек принимает системные ретиноиды или использует топические ретиноиды, тогда мы имеем как раз вот это вот негативное влияние витамина А и его производных. Кроме того, различные заболевания, такие как анемии, B12 или железодефицитная анемия, тоже влияют на уровень увлажнённости кожи. Кроме того, человек может принимать, что достаточно важно, какие-то препараты, которые будут влиять на уровень влажности кожи в общем-то в целом и всего организма, например, принимать диуретики, то есть мочегонные, может принимать какие-то слабительные, и иногда, к сожалению, он может об этом не знать, потому что он покупает какие-то БАДы, то есть биоактивные добавки, которые направлены на снижение веса, к примеру, это более часто встречающаяся причина, и там завуалированно могут быть добавлены вот такие вот вещества или экстракты, которые обладают мочегонным и слабительным действием, и, к сожалению, человек может даже не знать, что он систематически принимает мочегонные, нарушает себе, в общем-то, электролитный баланс организма, и в том числе забирает влагу из кожи. Также строгие диеты, как правило, если у них там большой дефицит в этой диете жиров или белков, тоже могут очень сильно повлиять негативно на увлажнённость кожи. Это так называемые причины внутренние. Ну, также, конечно, сюда можно отнести и нарушение генетически, атопический дерматит, то есть повышенная сухость кожи, при которой всегда кожа обезвоженная, как правило. Вот это фолликулярный гиперкератоз, когда излишнее роговение эпидермиса тоже провоцирует нарушение увлажнённости кожи, то есть несостоятельность защитного барьера. И, наверное, вот эти причины – это самые основные, которые влияют на увлажнённость нашей кожи изнутри. Помимо внутренних причин, естественно, на уровень увлажнённости кожи влияют и внешние причины. Это ультрафиолетовое излучение, в первую очередь. Это контакт с какими-то химическими веществами, то есть это растворители, лакокрасочные материалы, детергенты, чистящие средства, кто любит убираться пять раз в день, тоже рискует. Это какие-то атмосферные влияния, то есть что я отношу к атмосферным влияниям? Это кондиционеры, печки, отопительные системы какие-то, это пересушенный воздух, это жара опять-таки, это перепады резких температур, которые бывают у нас зимой. Это всё очень сильно обезвоживает кожу. Следующая причина, которой на самом деле многие даже не догадываются, это горячая вода. Горячая вода и пар. Люди, которые любят принимать горячие ванны, посещать ванны и сауны, они, конечно, рискуют получить обезвоженность кожи гораздо больше, чем те, кто умывается водой в прохладной комнатной температуре и не любят подолгу сидеть в горячей ванной. И важная очень причина, которая на самом деле влияет иногда даже больше многих других на обезвоженность кожи и вообще на её состоянии, это агрессивные процедуры. То есть любовь к каким-то агрессивным очищающим средствам, бесконтрольное применение пилингов, каких-то компонентов, которые стимулируют бесконечно отшелушивающую функцию кожи. И такие воздействия, конечно, могут очень быстро сделать кожу и обезвоженной, и гиперчувствительной. Если на этом моменте чуть-чуть заострить внимание, то к этому, конечно, к этой причине могут относиться и лекарственные препараты, которые зачастую применяются для лечения воспалительных процессов на коже. Но тут уже, как говорится, из двух зол выбирается меньшее. Чем же мы можем помочь обезвоженной коже, даже невзирая на тип этой кожи. Ну, в первую очередь, мы должны нормализовать питьевой режим. Почему мы должны это сделать? Потому что кожа получает влагу в основном изнутри, из сосудов, из капилляров, которые питают дерму, которые отдают эту влагу в эпидермис, которым нет сосудов. И основная часть влаги все-таки попадает у нас и увлажняет кожу, и регулирует тургор кожи как раз изнутри. Если мы просто наносим какие-то увлажняющие или влагоудерживающие средства на кожу, то это, в общем-то, очень небольшой процент успеха, если при этом мы банально мало пьем воды. Надо понимать, что и чай, особенно сладкий или с молоком, и кофе, и всякие напитки – это, в общем, еда, а не вода, поэтому заменять чистую воду или травяные отвары напитками другими, особенно подслащёнными, не стоит, потому что это как раз на уровне увлажнённости влияет в некотором роде, даже бывает, что негативно. Вторая такая важная веха в восстановлении уровня увлажнённости кожи – это убрать, по возможности, внешние факторы, о которых мы говорили, как раз перечисляя причины внешние. Соответственно, мы можем, самое простое – это поставить дома увлажнитель воздуха, мы можем избегать перепадов температур, не разогревать в комнате воздух до значений высоких, когда на улице мороз, стараться как-то не находиться на жаре, опять-таки, и меньше сидеть под кондиционерами, если это возможно. Это как бы помогает нам как раз избежать вот этих перепадов температур. Кроме того, мы можем использовать, естественно, наружные средства, то есть какие-то влагоудерживающие и влагозамещающие косметические препараты. Что делают влагоудерживающие препараты? Ну, как правило, это кремы, то есть в составе есть масла или какие-то плёнкообразующие компоненты. Они препятствуют трансэпидермальной потере влаги, то есть испарению влаги из кожи. Кроме того, мы можем использовать активные сыворотки, активные средства с компонентами, которые способны достаточно глубоко проникать через эпидермальный барьер. То есть это ультра- или низкомолекулярная гиалуроновая кислота. И комбинация влагоудерживающих и влагозамещающих компонентов позволяет нам напитать влагой эпидермис. Иногда может быть такого моментального эффекта добиться. Но самое основное всё-таки это, чтобы влаги достаточно поступало изнутри. Мы можем делать маски, мы можем регулярно использовать средства с гиалуроновой кислотой и можем использовать другие компоненты, которые будут удерживать влагу. Мы должны защищаться от ультрафиолета, использовать средства с SPF, чтобы ультрафиолет как внешняя причина не воздействовал на уровень увлажнённости нашей кожи. Кроме того, мы должны не допускать агрессии всяких косметических средств по отношению к нашей коже. То есть мы должны заменить агрессивные простые умывалки или гели для душа, по крайней мере, не умывать ими лицо. Мы можем использовать вместо них мягкие средства, не содержащие сульфатных, например, очищающих компонентов в составе. Мы можем не умываться с утра очищающим средством, если нам не нужно с кожи ничего смывать, у нас не нанесено каких-то мазей или ещё чего-то, то, что мы должны утром смыть. Мы можем использовать для этого тоник или гидролат, и тогда мы меньше будем нарушать целостность защитного барьера и минимизировать по возможности какие-то агрессивные воздействия, которые, собственно, мы или сами, или при помощи профессионалов-косметологов делаем в течение нашей жизни, пытаясь привести кожу в порядок. То есть если мы используем какие-то агрессивные компоненты, такие как, например, АХ-кислоты или бета-гидроксикислоты, большей концентрации неацинамида, то мы, как правило, эти препараты лучше использовать курсами, либо эпизодическое их применение. Мы не должны постоянно пеленговать кожу, какие-то мягкие лучше отшелушивающие средства, избегать в составе косметических средств большой концентрации спирта, если только это не средство для локального нанесения. Не нужно делать несколько раз в неделю глиняные маски, пытаясь избавиться от жирности кожи, потому что у этих препаратов тоже существует ограничение по кратности применения, то есть там не более, допустим, одного-двух раз в неделю. Вот такими способами мы можем обезвоженной коже помочь, вернуть уровень увлажненности, восстановить защитный барьер, а состоятельность защитного барьера и, что немаловажно, микрофлоры нашей кожи, она влияет на то, как быстро наша кожа будет стареть, как она будет защищаться от агрессии внешней среды, как она будет выглядеть, будет ли на ней ранняя пигментация или купероз и прочее, прочее. Вот, собственно, такие вот моменты я хотела озвучить в этом видео. И если у вас возникнут вопросы или комментарии, буду рада о них ответить. Подписывайтесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы первыми услышать о выходе наших новых выпусков. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok